Как будут проходить выборы там, на Донбассе? Буквально сегодня в сети появилась запись разговора. И мы ее послушаем вместе с нашим гостем Нестором Шуфричем. Он у нас в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Как здоровье? Не дождутся, как сказали, в Одессе. Вы знаете, к сожалению, вечера в Украине уже давно недобрыми. Ну, давайте сначала послушаем, а потом о вечерах. Ну, 59 поехало. А 49? Ну, 49 и 50, 50 уже полностью поехало. Там все уже. Да, а 59? Ну, вот 59 сейчас, и еще какой? 49 и 52. 49 и 50 уже решено. Да, осталось теперь 52 и 59. 52 и 59. А что ты так тяжело дышишь? Да, я просто сейчас смотрю, кто же там у нас, скажем, его кандидат. Мы тебе напишем. Напишите. Давай. И помогите вас. Ну, смотри, но 59 я отпускаю тоже. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, это... И останется 52 и героический поступок. Хорошо, а скажи мне, а по Наташ, там где-то, по 47-му что-то. Я сейчас тебе и по нему сброшу. Есть, хорош, там такой парень вообще-то, даже наполовину грузин, кстати говоря, по маме. Кто, кто, кто? По маме сейчас сброшу. Бросит. При чем, при чем, ходишь, я сейчас скажу, еще ими грел. Аб***ь, сбрасывай. Давай. Но, судя по голосу, все-таки это не Корбун и Коломойский. А что это за цифры? Цифры это номера кругов. К сожалению, они удивительным образом совпадают с той информацией, с номерами тех игроков, которые, судя по той информации, которая к нам попала, будут охраняться именно батальоном Днепр-1. Сегодня оппозиционный блок сделал по этому поводу официальное заявление. Однозначно, что мы сегодня, если этот разговор правильный, вынуждены констатировать, что власть в лице Живани, которая является идеологом этих достроительных выборов и одними из координаторов провластного блока, пытаются установить результаты выборов еще до выборов, определяют реально кандидатов, которые должны выиграть. И здесь у нас возникает вопрос, а что делать с теми кандидатами, которые сегодня имеют там наивысшие рейтинги и пользуются наибольшей поддержкой? Выборы под автоматами. Это как раз то, о чем мы всегда предупреждали. Я готовлюсь завтра выехать на Донбасс, буду в Луганской и Донецкой областях. Я хочу встретиться с жителями Донбасса, заверить их в том, что надо приступить через это давление психологическое, что люди не должны испытывать чувство страха и обязательно пойти на выборы и проголосовать. Если они не проголосуют, то мы уже видим, что готовятся проголосовать вместо них. Тем более Давид Живани хорошо знает, что такое выборы в Величевске. Он это уже сегодня готовит. И мы помним, как мы всем двором еще абсолютно недавно запихивали Давида Важаевича в парламент. Безусловно, ситуация, которая сегодня имеет место, она обязана вызвать реакцию президента Украины. Я понимаю, что пошатнувшиеся рейтинги власти, особенно в условиях глубочайшего социального кризиса, социальных последствий того, что происходит сегодня в стране, не внушает им надежду на достойный или ожидаемый имя результат. Но престиж государства – это первые выборы при президенте Порошенко. Я думаю, что престиж государства и ответственность за государство должно доминировать перед личными амбициями одноименного блока. По-другому быть не может. Если эти цифры уже решены, то какой смысл имеет так тщательно это? Знаете, мы, конечно, надеемся на то, что реакция, в том числе и иностранных государств, те, которые сегодня будут наблюдать за выборами, помогут нам бороться за то, чтобы ни один голос не был потерян. С другой стороны, мы едем на Донбасс с миром. Я был на Донбассе не единожды. И до сегодняшнего дня жалею о том, что первое перемирие было прекращено, и мы сегодня находимся в перемирии, во время которого снова гибнут люди. Если бы не было нарушено то перемирие, то мы сохранили бы десятки тысяч жизней и сохранили бы экономику нашей страны. И как следствие, гривна не было бы сегодня 15, и не было бы угрозы обвала всей системы социального обеспечения. Спасибо. Конечно, мы едем в Донбасс не только с тем, чтобы бороться с беспределом, но и с тем, чтобы представить нашу конкретную программу восстановления Донбасса. С людьми, которые там работают и знают, как это сделать. Спасибо. Вопрос был в другом, но тем не менее. Спасибо. Нестор Шуфрич был у нас в студии. Всего доброго. Спасибо.